Сегодня мы попробуем разложить по полочкам и разъяснить для вас, что такое аккредитация для врачей, какие этапы аккредитации бывают и как они проходят. Оцениваю проходимость дыхательных путей. Дыхательные путей визуально проходим. Аккредитация специалиста – это независимая процедура, проводимая в целях определения соответствия квалификации лица, получившего медицинское или фармацевтическое образование. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Требованием квалификации медицинского или фармацевтического работника в соответствии с профессиональными стандартами. Для самостоятельного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности. Меня зовут Фролова Эльга Ивановна, я вас лечащий доктор. Система аккредитации включает в себя несколько этапов. Первый этап – тестированный. Испытуемый имеет возможность в открытом доступе потренироваться и тем самым увеличить свои шансы успешной сдачи. После успешного прохождения данного этапа следует второй этап – оценка практических навыков умений в симулированных условиях. Чаще всего на этом этапе необходимо будет пройти пять станций. Наиболее повторяющиеся станции. Первая – экстренная медицинская помощь. Вторая – сердечно-легочная реанимация. Третья – коммуникативные навыки врача с пациентами. На сдачу каждой станции выделяется 12 минут. Количество времени включает в себя ознакомление испытуемого с заданием и вход в кабинет. За прохождением сдачи второго этапа аккредитации наблюдают независимые эксперты. Здравствуйте. Каждый вуз самостоятельно выстраивает алгоритм взаимодействия с экспертами. Например, в Северно-Западном Государственном медицинском университете имени Вечникова эксперты находятся в соседнем помещении от станций, где располагаются испытуемые. Эксперты наблюдают весь процесс прохождения сдачи экзаменов через монитор, на который передаются изображения со всех камер. Техническое же сопровождение прохождения испытаний осуществляет технический персонал, который располагается строго за защитным стеклом около кабинетов станций. Визикулярное дыхание с обеих сторон. Испытуемый сдает 5 станций в день сдачи второго этапа. В общей сложности на сдачу этого этапа отводится 60 минут. Третий этап сдачи – решение ситуационных задач. К этому этапу допускаются только те, кто успешно сдали первые два этапа. Аккредитуемый, признанный три раза не прошедшим третий этап, признается аккредитационной комиссией не прошедшим. Следует отметить, что пройти сдачу аккредитации можно в любом регионе нашей страны. Не стоит бояться экзаменов. При хорошей подготовке у вас все получится.